В Нижегородской области отмечается рост заболеваемости всеми инфекциями. Речь про кишечный и про энтеровирусный, воздушно-капельный, в том числе коронавирус, и природно-очагового характера. Связано это отчасти с уменьшением противоэпидемических мер, введенных во время пандемии. Вот сейчас, в этом году, уже голову поднимается лимонолезная инфекция. Напомню, что это бактериальная инфекция, которая чаще передается с пищевыми продуктами. Это могут быть и продукты переработки птицы, и молока, и мяса. То есть это не обязательно куриные яйца в сыром виде есть для того, чтобы заболевать с лимонолезом. Пока не до конца ясен источник заражения, поскольку групповых случаев нет. Эпидемиологи ведут расследование. При этом специалист обращает внимание, что тщательное соблюдение правил приготовления и хранения пищи поможет снизить риск заражения. Также растет заболеваемость энтеровирусными инфекциями. Это серьезное заболевание может привести к тяжелым последствиям. За истекшие полгода заболело 18 человек, за июль 23 человека, и сейчас мы видим уже в ежедневном режиме, что регистрация продолжает нарастать. То есть динамика роста достаточно интенсивная, и это связано, во-первых, с активизацией фактора воды. То есть было жаркое лето у нас, прошел июль, и достаточно было жарко, и люди часто купались, и это часто бывает связано именно с купанием. Вспышка энтеровируса была в детском лагере «Солнечном», о котором много писали в региональных СМИ. Нулевым пациентом оказался ребенок, который вернулся с курорта и заболел уже на месте. Кроме того, Наталья Садыкова рассказала о ситуации с коронавирусом. Заболеваемость продолжает регистрироваться, это повод быть на стороже. Рост начался в конце июля и связан с нарастанием обновленных штаммов омикрона. Сейчас у нас БА4, БА5, и их доля достигает уже 66% в общей доле циркулирующего омикрона. Того штамма, о котором сейчас СМИ часто говорят, кентавр в регион не поступало. Секвенирование проводится на базе научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора. Тяжесть заболевания новые подвиды не усугубляют, доля пневмонии не растет. За последнюю неделю она составила 6% от общего количества заболевших. Но меры профилактики все равно необходимы, особенно людям из групп риска. Наталья Садыкова рекомендовала носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Новые штаммы, несмотря на свою контагиозность, не распространяются дальше полутора метров. Роспотребнадзор следит за развитием заболеваемости и в зависимости от ситуации будет усиливать противоэпидемические меры. По прогнозам Натальи Садыковой, всплеск ковида завершится к концу сентября, если не будет новых штаммов. Екатерина Пенова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.